Смотреть на такое, глаза радуются. Какая красота! Да, смешная. Всем привет, Костово здесь. И сегодня мы с вами заканчиваем проходить с Sirius M4, поскольку до финала осталось совсем чуть-чуть. Примерно где-то, наверное, минут 20. Поскольку мы уже практически дошли до портала с Менталом. Видно, совсем немного осталось для того, чтобы Сэм, наш крутой Сэм, отправился в третью часть БФИ. Потому что третья часть на самом деле является настоящим сиквелом, а первая часть настоящим триквелом. Соответственно, Second Encounter. Ну, в общем, вы понимаете. Ух! Опаздывал, я и сам вижу. Сэм, я отправлю тебе координаты к эресу-плейпоинту. Я предупреждаю тебя. Как говорится, знаете, типа, если моя вечеринка не похожа на эту, можете даже меня и не звать. Обалдеть. Вот, собственно, кстати, с этого же и начинался. Началась сама игра, сама четвертая часть, с этого вот бойня началась. Генерала нет, шутка. Генерала нет, шутка. А какого хрена у них у всех снайперские винтовки, лид-этэк? Вы чё, прикалываетесь? А чё у них только снайперские винтовки? Эээ, что за дичь? А почему у меня нет всего оружия? У меня половина оружия нет, кстати, в игре. Лид-этэк. А, типа, на них нападать? Окей, давайте. Я за. Давайте, 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 давайте. Почему у меня нет, давайте. Помогу, 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 давайте. Ты задолбал меня! Ой! Сима, блин, у нас тут... У нас тут финал, понимаешь? Ой, твою мать. Сима, у нас тут финал. У нас тут самый разгар. Блин, Бородинской, Сириус-Сэмовской битвой. А ты мне здесь порчишься своим милканем. Ничто. Скотина какая. Не, на. Ты достал меня. Всё. Не, не свисти мне тут. Продолжаем. Саранц, такой... Такой нежданчик. В виде того, что я тут с Симой разбираюсь. Половина солдат по мне почти не попадает. Обратите внимание, кстати говоря. Но тут бегут козлы, я вижу. Но я уже вижу, что бегут ко мне козлы. Реально половина врагов почти даже по мне не попадает ни разу. Поэтому какой смысл мне в них стрелять, если... Они всё равно по мне почти не попадают никогда. Окей, ладно. Зря я это сказал. Что они по мне не попадают. Попадают. В какой-то степени. Что? Что? Иди, иди, давай, валя отсюда. Котяра, блин. А я додумал, что тигры зажравшийся код. Нет, оказывается, есть код. Коды зажрав, которые не хуже, чем тигра. Это вот мой код. Красивый. Ну-ка, давайте-ка, let's get ready to rumble. Поехали. Что-то мне кажется, толку от этого ядра никакого совершенно. Ну да, толку от этого ядра нету, потому что он начинает отскакивать. Вот многие, кстати, это именно и заметят. Что ядра начинает либо отскакивать, либо проходить сквозь врагов. Обратите внимание. Я вот это вот как раз заметил. А вот и Ментал. Всё, отлично. А вот и он. И он, кстати, был в самом начале. Вот он, козлина. Ты только уродливее становишься. Ау, дерьмо. Меня очень криво держит Ментал. А, не Ментал даже. Я, Голл Брэн, последний из людей зверя апокалипсиса, призвал тебя, о, Уркзан, великий чернокрижник, и самый мобучий слуга, так, ум, дабы принести тебе дар, что-то там, этот бледнень, о, великий, ваш самый ненавистный враг, Сэм Стоун. Крязь безумий будет очень доволен видеть его на коленях. Так пусть это подношение станет залогом великого обущественного альянса. Вместе мы приблизим к конец истории. Рогаты очень сильно мне напоминают последнего босса в Дум Интернл. Я ни разу не играл в Дум Интернл. Пытался установить, но не играл. Поэтому вот знаю. Так, и что получается? Сейчас опять будет гигантский босс, как, например, это было в третьей части. Там тоже он был гигантским боссом. У меня звук в игре попал, или я оглох? Я что, оглох? А, я оглох. Так, Сэмэ, это существо восстанавливает энергию с помощью трачащих с него стержень. Их необходимо уничтожить. Окей. Чтобы их найти, кстати говоря. Так, подождите. Я тут кот олёт. Во всю горло. Он мне мешает проходить в финал. Так, продолжаю. Минька. Кошку и парашют. Где? Вижу. Спасибо, бэйб. Давай, давай. Мне их надо расстрелять. Йо, Бау! Не забудьте взять немного силы. Мы получили Ленина здесь. Четыре при мне. Может, он на вас. Чё это? Воу! Господи. Дай взять! Дай взять! Подобрать эти четыре. Да, я подобрал. Как он у меня есть в руках. Ну чё? Так, и кошка. Вижу. Где? Поехали. Так. Мне надо прыгнуть? Или чё? Не понял. Как это работает? Вообще, как это работает? Это надо было меня завать, что ли? Чего? Так, подождите. Я чё-то не понимаю. Что? А тут и какие-то... Так. Ну ладно, окей. Подождите. Я чё-то немного не понимаю. Скази быстрее. Свободное падение. Давай, свободное падение. Свободное. Зачем я сейчас разберусь. Я сейчас пытаюсь разобраться, в чём прикол. Подожди. Ладно, окей. Давайте мы сейчас возьмём. Всё, шпири. Сорвите стержень. Подожди, а как их сорвать? Ну, всё. И, кстати, по-моему, это было в Shadow of the Colossus. Кстати говоря. Я так... Чего? Я подобный, по-моему, такой в Shadow of the Colossus. Какие стержни? Эти? Я не понимаю, куда мне целиться. Я, Лил, не понимаю. Подожди, куда мне целиться? Подожди. Куда мне целиться, Лил? Подожди, я вообще не понимаю, куда мне целиться. Подожди, да, сначала с ноги попробую. Так, это батунь. Зорвать стержни. Да, блин. Ну, господи. Подожди. Да, блин, зачем ты меня бросил назад, дурак? С4. А зачем они мне нужны? Мне зачем нужны С4, я чуть-чуть? Нахрена мне это надо. Потому что надо сначала этих расстрелять. Взорвите главные стержни. А что, как их взорвать-то? Подожди. Надо куда-то прицелиться, что ли? Надо куда-то их закинуть в особое место. Но где оно? Какие-то, главное, бомбы везде, они не взрываются. Может, надо несколько бомбей? Блин, что я орил, вообще не понимаю. Подождите секунду. У меня опять кот заорил. Так, ну-ка, подожди, орил. А как мне взорвать? Подожди. Что я орил, пока не понимаю, как мне взорвать. Может, надо очень много бомб положить. Может, надо их как-то в какие-то определенные места положить. Может, надо было мне внимательно слушать главных этих... Может, надо много, очень много бомб положить. Подожди. Ну-ка, а если я положил всех, что будет? Ага, о, все. Так. Как будто я уже убрал. Кажется, как так. Так, подожди. Сима, замолча. Заткнись, а. Я, кажется, начинаю немножко разбираться, что прикол. Я начинаю немного разбираться, в чем прикол. Подожди. Надо, надо вроде как очень много бомб в него кидать. То есть, надо чуть ли не... Да, блин. Да, подожди. Сука. Блин, вот это все Сима. Это все мой кот. Он когда начинает во всех моих прохождениях орать, это все. Это означает, что это автоматический фейл. Просто автоматический фейл. Надо его успокоить, для того, чтобы у меня фейлов в дальнейшем не было. Так, ну мой кот, наконец, вроде как успокоился. Давайте продолжим. Так, короче, я, кажется, понял, как его можно убить. Его, наверное, надо, короче, это... Так, во-первых, мне нужна аптечка. Красная, это не аптечка. Красная, это не аптечка. Это не аптечка. Подожди. Вода отзывчат. Но он, само собой. Так, зывчатки, это само собой разумеющийся. Синий, что-то такое. А синий, это... А где... А где аптечки, блин? Вот аптечки. Нет? Аптечки, это... Аптечки, блин. Аптечки, блин. Сейчас мы вот этим расстреляем. Они больно мне мешают. Они больно мне мешают. Давайте расстреляем. Они бы не меш... Алис, ни хрена себе, блин, что это за красный херни? Главное, еще и разуга. И они, походу, бесконечно будут спауниться. Если эти чуваки бесконечно спаунятся, это хорбец просто будет. Это нереально будет пройти. Если враги начинают спауниться, это плохо. Да, походу, они... Они на... У них спаун. У них спаун. Окей, ладно, наверное. Мне срочно надо где-то найти, блин, этот... Аптечку. Да, короче... Я не понимаю, как это пройти без аптечек. Подожди, аптечки где? Можешь найти где-нибудь аптечки, пожалуйста. Где здесь могут быть аптечки? Скажи, что это не аптечка. Серчатка С4. Серчатка С4. Все, серчатки С4. Здесь нету аптечек. Вот у меня придется вот конкретно... С этого задания придется начинать с самого начала. Просто потому, что я не знаю, где находится здесь аптечка. А враги эти на дронах, они вроде как спаунятся, что ли? Они какой-то спаун, что ли? Я ничего не понимаю. Они респаунятся, что ли? Я реально не понимаю. Они спаунятся, нет? Они бесконечные враги. Они должны быть бесконечными, блин. А как это пройти, не умерев при этом? Чтобы пройти, не умерев, это нужно найти аптечки. А здесь нет нигде аптечек. Здесь вот есть красные какие-то, но это не аптечки. Прикол в том, что это не аптечки. А, вот, аптечки есть все-таки. Аптечки все-таки есть. Окей, хорошо. А можно еще? Нельзя. Ладно, окей, идем. Пока все не стало хуже. Двою мать. Черт, а. Вроде игра на легком уровне сложности. А все равно все очень сложно. Хупец просто. Ну давай, ладно, еще. Ну как я это лично понял? Нужно несколько бомб кинуть в одну стержню. И убегать отсюда. Я не знаю сколько точно, но давайте вот столько. Нет? Не особо сработало, окей. Так, вон еще одна крыль. Или это не моя? Нет, это моя коробка. Это мой бокс. Мой бокс, мой бокс, мой бокс, мой бокс, мой бокс, мой бокс. Открывай. Там аптечки. Еще открывай. Тоже аптечки. Отлично. Все, уходим. Не обращаю внимания, они потому что спаунятся. Эти враги, они... У них спаун. У них как будто бы бесконечный спаун. Они постоянно спаунятся. Все, я понял. С ними сражаться сейчас бесполезно. Они спаунятся часто. У них очень часто спаун. Их сейчас бить, по ним сейчас стрелять просто бесполезно, я считаю. Потому что толку от этого никакого совершенно. Они бесконечные, эти враги. Они как-то бесконечные. Они по вам будут стрелять все время. Что бы вы ни делали, как бы вы их не убивали. Сука, сука. Не дает мне пройти. Там, короче, валяется ящик, в котором лежат эти... Там лежат взрывчатки. А эти сучки продолжают по мне стрелять. И они не заканчиваются. Реально они не заканчиваются. Реально они не заканчиваются. Они как-будто из воздуха появляются все. Они правда не заканчиваются. Они реально из воздуха появляются. Я прям видел. Надо что, 15 бомб, что ли, сюда кидать? Но я кину все возможные, какие есть. Пока не закончится лодка сейчас. И уходим. Или что? Вот эти красные, это означает, что ли, это? Места, в которых я должен положить С4? Подожди. Может быть, красные, это места, в которых я должен положить С4? А что, если это так и есть? Ну-ка. Что, если я сейчас все это делаю зазря? Подожди. Может быть, красные, это где надо положить С4? Как вариант. Может быть, я сейчас просто все это делаю, все вот эти, все вот эту беготню устраиваю зазря? Вот, видите, она здесь красная. И это... Нет, это, короче, этот... Это клинкошка. Там нет, эти бомбы положить. Может, надо по ним вообще стрелять? Да, вот так попробуем. Ну, я взрываю, ничего не происходит. Подожди, почему? Ну, я один раз как-то умудрился взорвать. Но я не понимаю, как. Да, нарус? А это что такое? Я что-то вообще не понимаю, как это делается. Ну-ка. Ему-ка, буду вообще пофигу. В смысле? Чё это? А, подожди, ну-ка. Чё это за оранжевая штука сейчас была? Секунду. Вот не оранжевая, а фиолетовая. Оранжевая. Появилась какая-то... Какая-то фиолетовая штука. Подожди. Блин, коробка исчезла. Чё это? Я сейчас просто пытаюсь понять, как его убить. Я один раз как-то его стержень сорвал. А взорвал я его, когда я подземлился на руку к нему. Ну-ка. Секунду. Я вообще ничего... А в смысле снизить сложность? Насколько ещё можно снизить сложность? Она у меня и так на лёгком. Она у меня и так на лёгком. Насколько ещё нужно снизить сложность? Я рил, не понимаю, как его убить. Взорвите стержень. Ракетами обычными их не взорвать. Так? Или можно? Ну, посекунду. Подожди, а может, их ракетами можно взорвать? Чё-то, по-моему, нет. Вот это чё за фиолетовая штука? Чё это такое? Вот здесь у него как-то фиолетовая штука есть. Ну, что такое? Это такая кошка, что ли? Я вообще не в кусах. Чё мне делать? Как эту стержень взорвать? Когда я, короче, стреляю по вот этой фиолетовой штуке, здоровье на какой-то момент начинает исчезать. Как будто это его слабое место. Я сейчас просто, я сейчас просто думаю, как его убить. И пока у меня ничего в голову не приходит. Ни одна мысль. Потому что её по этой фиолетовой штуке надо стрелять. А если я на неё сажусь? Что-то за? Я не понимаю, Рил. Надо что-то делать с С4. Может быть, надо их собрать гораздо больше, чем обычно. Попробуем их собрать гораздо больше, чем обычно. То есть, мы попробуем их собрать. Ну, не знаю, штук 200, например, 300. Я не знаю. Потому что я, Рил, использую все возможные С4. Но я реально не понимаю, как его убить. И почему, кстати, вот все солдаты, которые бегут, они не стреляют вот этим вот штукам красным. Почему эти красные штуки не нападают на этих солдат? И они спавнятся. Реально спавнятся. То есть, это бесконечные враги. Они не заканчиваются здесь. Они здесь появляются. Вечность. Я реально не понимаю, что мне делать. Просто не понимаю, что мне сейчас делать. Давай кинем все, все, что у нас есть в качестве С4. Давайте, вот все кинем. Бум, бегать и все кидать. И вот все, что у нас есть, мы это все потратим. Давайте. Так, все, закончились. Отлично. Посмотрим, ну-ка. Да, а что надо делать? Я ничего не понимаю. Или, может, надо на вот эти фиолетовые штуки залазить к нему? Ну-ка. Может, вообще прикол весь в том, что нужно залазить на его фиолетовые штуки. И там применять С4. Может, надо мне залазить туда? Где? Я не вижу. Вот. Да! Надо было фиолетовые штуки взрывать. Ё-моё! А я-то думал, стержень надо взрывать, короче, вот эти вот. Которые у него, железные трусы. Вот это вот все дело. А оказывается, надо взрывать стержни. Не стержни, а как их зовут? Фиолетовые штуки. Оказывается, нужно взрывать фиолетовые штуки. А не сами вот эти наручи, поручни и другое всякую. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну, пермитято. Я, главное, здесь, не знаю, полчаса просто думал, что мне нужно делать. А оказывается, все, блин, гениальное просто. Давай себе. Больше. Еще больше. Боже. Вот, взорвал. А у меня что, здоровье регенерируется, что ли? У меня просто и так уже, блин, был легкий уровень сложности. А куда еще легче? Серьезно, куда еще легче? Я просто не понимаю, куда еще? Где? Где еще одна фиолетовая штука? Вижу. Все, короче. Оказывается, фиолетовые штуки надо взрывать. А то я думаю, а что здесь делать фиолетовые штуки? С ними надо что-то делать. Я сначала подумал, что это просто какие-то антенны или как грома от воды. А нифига. А вот эти вот трусы железные, наручи, вот эта вот вся фигня. Это просто часть его одежды. И, кстати, я релик не верю. Так, подожди. Я вообще ничего не вижу, куда мне отлететь. Где еще? Еще остались две штуки. Таких вот фиолетовых штук. Таких фиолетовых штук еще осталось две штуки. Я их не вижу. Я их не вижу. Вот, вижу, 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 вижу. Нашел, 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 нашел. Вот она. Касай. Отлично. Все. Получается, одна осталась на его руке. На его вот этой руке осталась одна штука. Или нет? Где она? Нет, она не здесь. А где? Эта штука еще где-то осталась. Сейчас-то надо ее просто найти. Благо у нас есть регенерация. Потому что это уровень, который называется легче... Легче некуда называется этот уровень. Легче некуда. Потому что, ну, серьезно. Вот, все, нашел. Отлично. Осталовисто, чертик. А, ну, на самом деле нет. Или он умирает? Нет, он не умирает, подожди. Уздая мех. Где мех? О, мех хорош. Да, я регенерируюсь, лидика, че. Я рил регенерируюсь. Этого уровня легче некуда. Потому что, ну, серьезно. С этими врагами, которые постоянно появляются, с ними только так. Они здесь появляются... Понимаете, что прикол? Они здесь появляются постоянно. Они меня бесят, честное слово. А в голову? Или здесь без разницы? Почему-то мне кажется, что здесь без разницы. Что здесь никакой особой разницы нет. Я, кстати, своих солдат убью. Я половину своих солдат убью. Но они здесь постоянно появляются. Да, они спавнятся. Поэтому все, что нам нужно сейчас сделать, это просто расстреливать до упора. Потому что сейчас смысл тратить время на обычных рядовых врагов нет. Они здесь спавнятся постоянно. Поэтому сейчас нужно просто тратить время на вот этого дыбника. Может, даже ноги стратить. Так сейчас самое главное, чтобы он на меня не упал. Все, отлично. Остоловиста Ук-Ук-Ук-Ук-Сан. Или как он там его назвали. Да, сломали, Гэра! Боюсь, это существо лишь временно оглушено. Если вы ничего не предпримите, оно снова станет. Но как его убить? У меня есть то, что надо. Бомба! Мне нужны крылья. Так. А у нас жить еще? Ну нет уж. Такого убытка сяга, гаденыш. Сэм, ты что, сломался твой грааль? Ага. Эта хрень сейчас взорвется. Ну. Привет, мачки. Скучали по мне? Ты как раз во время. Поехали. Покатаемся. Скажем здоровеньку привет. А то. А этот, кстати, где генерал-то, который мутант-то. Открывай пошире. И налови подачу. Купленов бы это назвал взрыв мозга. Замечательно. Казалось, бы ногти генерал. Вот это ему в голову ударило. Я сказал, не теряй голову. Вот это уже сегодня говорил. Вот это мигрень, так мигрень. И коснулся. Говорит ему, не снестись с головы, что там. Вот это головняк, гляд, чего? У девчика мозгового серьезная проблема. Вот мы ему голову скружили. Не смог выкинуть нас из головы. Нет, 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 стойте. Придумали. Мы взорвали ему мозг. Идеально. Да, это оно. Ненавижу, когда правильная шутка проходит только через пять минут, как я убил моста. Ага, это ужас. Жизнь такая короткая, а маневрству так долго учишься. Я был пан-блоком за неделю. Это никогда не случилось мне. Некогда. Вы думаете, это конец? Думаете, что вы победили? Вы даже не представляете себе, на что способен Так-у. Он уничтожил эту планету. И вы ничего не сможете поделаться. С земли с любовью, действительно. И Тополем, серьезно. Значит, не тополем, а как он назывался. Ну, допустим, это мы назовем тополем. Вообще, так-то по-другому называется, но тем не менее. Передай Менталу привет с земли. И как бы мне нужно сейчас отойти немного. А, кат-сцену нельзя запаузить, да? А вдруг можно? А, можно. Господи, я думал, я думал нельзя кат-сцену запаузить. Он вообще, вот этот вот транспорт, который сейчас был, он называется немного по-другому. То ли С-5000, то ли С... То ли С-400, то ли С-500, то ли С-4000. Я вот не помню. Ну, назовем его просто. Тополем. Назовем его просто Тополь-М. У меня просто возник вопрос, а как он внезапно из монстра обратно превратился в человека? Типа, если мы убили того гигантского монстра, то с него снимаются все чары? Или типа, если мы сломали грааль, то снимаются все чары? Возможно, что так. Смотреть на такое, глаза рвут. Какая красота. Да, да, сплошная. Красота. Но мы-то с вами знаем, что это приквел. Поэтому третья часть это сиквел. Как бы говоря. А потом я прыгнул с самолетов прямо над северным металлическим. А ты выжил как? Он же крутой, Сэм. Это не объяснение. Я бы Хардриггерс. Я один раз с великой проститутки всплывнул. Что, знаешь, согласно одной теории... О боже, начинается карта. Нельзя назвать теориями все, что взбредает в голову первым встречному психу. Как же такие теории можно придумать? Луну изобрели собаки. Моя бабуля была ретилоидом. Сэм путешественник во времени. Ну да, это совсем уже ни в какие ворота. Так, ладно, что там. Так как вы спасли Сижниса? О, мы такие были красавцы. Отвратительно это было. Они пытались ставить нам зонды. Что? Меня никто в зонт ставить не вставлял. И мне... Нет, карта, похоже, ты представляешь, особо интересный... Ты что, поднялся нам своими теориями? Прости, гипотезами? Они просто получили где-то теорию. А меня выбрали первой из-за посвященности что-то там. Ага, убеждаю себя в этом, конечно. И долго же это было задание. О, да. Ну, хотя бы по достопримечательностям прошлись. Мне время понравилось, особенно в Ватикане. Ну, пока сам его не подорвал. Так, ну, только частично подорвал. По Франции было офигенно. Но у меня есть французская кровь, так что неубедительно. У тебя еще есть французская кровь, что ли? Ну да как же, французский язык любви. А я же в любви мастер. Гадость. Передайте маршмеллу, привет. А, придать маршмеллу, а. Ну и имеется за зефирка. Ты же вкуса, что она офицер связи, а не твоя секретарша. У нас пью окончилось. Твою налево, Квинн. Еще что-то там напился. А помните, как Кенни ботинок потерял? Бедный Кенни. Хороший был малый. Сюда бы отца Михаила, чтобы и дальше его своими тюрьмами мучить. А я вот считаю, что ему нравилось со мной беседовать. Убить бы Бранда еще разок. Сколько раз там уже Землю спасали? Не знаю, семь где-то, восемь. А Пекин считается? Однозначно. А Осло? Не думаю, что это стоит считать. Уй, ты на ножку переехал. Да сколько можно? Говорю, она сама под колеса бросилась. Сколько еще раз нам это удается? Как думаете, спасать планету? Сколько потребуется? По-любому, не все доживем. За себя говори. Ну, значит, придется. Кто-то справился с тем из нас, кто останется. А справиться всегда можно. Иногда для этого нужен динамит. Но справиться можно. Быстрая дискуссия скатилась. Принесла пиво. Квин, ты пришла. Пивасик. Хорош. Секретарша моя. Ой, да, заткнись ты. На. И тебе тоже. Тост. Давайте выпьем за тех, кто сейчас не с нами. За Джонсона. Не хватает тебя, брат. За отца Михаила. Надеюсь, вы отпускаете в дебиле камень. За Кенни. У тебя как раз начало получаться. За всех нас. Так, что у нас куда дальше отправят? Хорошо бы куда-нибудь потеплее. Но чтобы не слишком влажно. Может, в Египет? Это намек на третью часть. Которая здесь, по сути, является сиквелом. Я это уже не раз говорил, что четвертая часть это приквел. Третья часть это сиквел. Ферст аккаунтер и секонд аккаунтер это третья часть. Ну и, соответственно, сериус сам 2 это четвертая часть. Правда, она не похожа на то, что мы видели на протяжении всех этих 13 серий. И на протяжении вообще всего Сэма. Но, тем не менее. Что я могу сказать? По этой игре особо сказать нечего. Потому что она похожа на все свои предыдущие части. Северус М4 чем-то похож на первую часть, на вторую, на третью. Особенно на третью в плане геймплея, в плане оружия и в плане монстров. Я бы на самом деле поставил бы среднюю оценку. Потому что вроде бы игра и увлекательная. Увлекательно на самом деле убивать монстров разным оружием, разными тактиками. Выполнять дополнительные задания. Но в то же время эта игра очень сильно затянута. И каждый новый уровень, он вроде начинает веселить. Но в то же время начинаешь впадать в скуку. То есть, однообразно очень. То есть, вроде это и весело, конечно. Но из-за часто вот такого вот однообразия, игра становится скучной. Но были, конечно, такие моменты, когда я очень-очень-очень сильно скучал в этой игре. Но порой мне было весело. То есть, я не буду рекомендовать ее играть и не играть в том числе. То есть, это уже на ваш выбор. Вы можете пройти эту игру, либо вы не можете пройти эту игру. То есть, все от вашего выбора. То есть, вы сами вольны выбирать, проходить это или нет. Я здесь пас. И плюс лайк и респектоз за такой вот увлекательный титр. Давненько я таких увлекательных титров не видел. С намеком на третью часть. Которая, наверное, проходить ближайшее время не буду. Но посмотрим. Может быть, возьмусь за эту игру. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но поживем, как говорится, увидим. Вот такой вот Sirius M4. Я концовке рад. Ну, собственно, такая концовка и должна была, собственно, быть. Вообще, на этом все. Жить и моих новых поражений по новым играм. Чао, какао. Продолжение следует...